Сегодня у нас очень необычное видео. Во-первых, я впервые в жизни надену кроссовки Adidas, которые я взял в Спортмастере. Дождались? Фанаты Адика. Надеюсь, что вы меня не обманывали все это время, они действительно круче, чем Найки. Во-вторых, я сделаю обзор 7 пар кроссовок, от бюджетных до довольно дорогих. Все они по-своему крутые и каждую из них можно купить в Спортмастере. И кстати, по поводу подлинности обуви. Они гарантированно оригинальны. В Спортмастере, оказывается, есть специальная гарантия подлинности товара, представленная сертификатом, который подтверждает оригинальность продукции. Так что больше не нужно переживать о покупке фейков. Я знаю, что для многих это важно, ведь далеко не все готовы заказывать кроссовки из-за рубежа, потому что это долго, дорого и всегда остается шанс ошибиться с размером. Давайте уже начнем, только не с этой коробки, она будет в самом конце. Естественно. Мои первые Adidas. Окей, вскрываем посылку с самой бюджетной моделью. Все эти кроссовки я заказал через мобильное приложение Спортмастер. У них, к слову, есть еще экспресс-доставка с примеркой, поэтому если вы хотите выбрать кроссы, то вам даже не нужно выходить из дома и ехать в магазин. Не ждите, пока все раскупят, а скорее скачивайте приложение по ссылке в описании. И вот она, первая пара. Fila Trace Low. Fila – это очень старый бренд, основанный в 1911 году в Италии. Это был семейный бизнес по производству вещей класса люкс. Да-да, не удивляйтесь. В конце 60-х годов руководство Fila решает стать международным брендом спортивной одежды и хантит под свое крыло лучших теннисистов планеты. Вместе с тем делает одежду для всех видов спорта. В одежде Fila даже покоряли Эверест. Ну и последний штрих, который делает этот бренд крутым – это культовый статус в хип-хоп-среде. Так что если вы думали, что Fila – это третисортный лейбл, то придется передумывать. В конце 90-х компания переехала в Сеул, так что теперь это южнокорейский бренд. Trace Low имеет самый актуальный дизайн на данный момент, потому что сочетает в себе сразу несколько стилей. Они напоминают ugly shoes вроде Balenciaga Triple S и Track, но в целом их можно отнести к модному сейчас стилю гор-кор. У них есть рефлектив и что-то похожее на координаты вот здесь. 10 тысяч лайков и я расшифрую тайное послание. Учитывая, что эти кроссовки просто для повседневной ходьбы, оценивать я их буду по двум критериям – удобство и стиль. Они удобные? Да. Они стильные? Я бы не назвал их прямо талоном стиля, но если подобрать подходящий гоп-кор-оутфит, то да. Идем дальше. Открываем следующую пару и это Puma Millenio Tex-Wade. Друзья, должен вам признаться, они мне нравятся. При том, что они дешевые, это кроссовки до 10 тысяч, выглядят они намного дороже. Если смотреть сбоку, то можно найти сходство со звигом Rav Simmons, которые очень дорогие. Материалы очень приятные. Тут замша на носке, по бокам и сзади. Цвета подобраны отлично. Серебряные вставки тоже в тему. Стелька в этих кроссовках – это просто чудо. Ощущение такое, что ты идешь по матрасу, который очень мягко прогинается. Мне кажется, что эти кроссовки – это лучшая альтернатива New Balance 530, который стоит сейчас безумные 20 тысяч. И вместо того, чтобы покупать паленый Rav Simmons или те же 530, можно купить оригинальные Puma в Спортмастере меньше, чем за 10 тысяч рублей. И носить их гораздо дольше. Они удобные и стильные. Вообще круто, что Спортмастер завел раздел «Стиль», и теперь там есть вся классика и вся база, которая может прийти на ум. Кстати, о классике. Рибок классик, дамы и господа. Я никогда не носил рибок, но именно про эту модель говорят, что она самая лучшая по комфорту. Хотя эта итерация не стандартная, тут есть сетка, логотип с каким-то ремешком. Носок сбоку дополнительно усилен, тут другая подошва с узорами, как на топографических картах, как будто это кроссы на осень с уклоном в горбкор. Они довольно удобные, насчет стиля – что-то в них есть. Конечно, классические итерации вне конкуренции. Насчет этих жду вашего мнения в комментариях. Это Nike Blazer Meet Pro Club. Pro в названии как бы намекает, что нубы могут не совладать с этим стилем, но я вас сейчас подготовлю. Оригинальные Blazer – это самые продвинутые баскетбольные кроссовки на момент своего создания в 1973 году. Со временем их технологии устарели, но Blazer не попали на помойку истории. Наоборот, стали еще более популярными благодаря скейтбордистам. Им понравились крепкие Nike с замшевыми патчами. И у Blazer есть много разных итераций. Например, у меня есть Athletic Club, и они сделаны из ужасных материалов. Это не кожа, она становится грязнее при чистке, и они не вентилируются никак. Но эти Blazer совсем другие. Несколько материалов, кожа, замша, внутренняя отделка сделана не из полотенца, а из нормальной ткани, как на Air Force One. Но главное отличие – это кожаные накладки на язычке. Таких Blazer я никогда не видел. Эта итерация хоть и выглядит как оригинальный силуэт, которому уже 50 лет, но по материалам это нормальные современные кроссовки. Удобные и стильные. Вау, это Джорданы. Хочу похвалить команду Спортмастер за отличный выбор Джорданов, потому что эта модель в этом цвете – одна из самых крутых в новых линейках. Для тех, кто может не знать. Есть номерные кроссовки Джордан, которые выходят каждый год и берут свое начало с первой модели. Они создаются для игры в баскетбол в первую очередь и ценятся выше всего. Но в последние годы, а если уж быть откровенным, то сначала нулевых, крутых номерных Джорданов больше нет. На первый план вышли новые линейки Джорданов и одна из них – Point Lane. Ей всего два года, но за это время вышло огромное количество расцветок и, на мой взгляд, это лучшая из них. Чем же так крутой Point Lane? Тем, что в основе их дизайна лежат три самые крутые модели Джорданов. Третьи, которые спасли Найки от ухода Майкла к Адидасу после провала вторых Джорданов. Шестые и одиннадцатые. А вместе с этой расцветкой в Point Lane считается силуэт Air Max 180. Можно не сомневаться в том, что они удобные, и насчет стиля тут тоже все понятно. Они собраны из лучших Найков, что делает их лучшими Найками. Air Force One Retro. Думаю, что вы знаете мое отношение к форсам. У меня их было много, и я решил взять перерыв. Но почему же они тогда здесь? Дело в том, что, как ни крути, а дизайн форсов уже более 40 лет является эталонным. Я вижу, как ноунейм бренды выпускают копии, и люди их носят год за годом. Потому что всем нравится этот дизайн. Я считаю, что нет ничего лучше оригинала. Если вам хочется дизайн форсов, то можно перейти в удобное приложение спортмастера и заказать себе форсы. Настоящие. К тому же, эта версия переработана внешне, и в оранжевом цвете ощущается, как глоток свежего воздуха. Первое, что бросается в глаза, это маленький свуж с баллоном Air. Хочется его тыкать мять. На задней части ретро-шрифтом написано Nike Air. И в целом, это все отличия. Хотя, стойте. Это что такое? Это щетка, чтобы можно было их почистить. На ней написано с 1982 года. И еще язычок другой. А в целом, это все та же старая, добрая легенда. Вот он, момент истины. У меня тут самые дорогие кроссовки из подборки. И это Adidas HyperTarf. Давайте смотреть. Но вот это уже настоящий горбкор. И дело тут даже не в надписи Adventure на язычке. Тут придется рассказать о материалах, потому что это уже более профессиональная обувь. Верх комбинированный. Кожа на носке. Замшевая отделка по всему корпусу. Верхняя часть сделана из прочной ткани кордура, что дает сопротивление намоканию и повышенную прочность. Система быстрой шнуровки особенно хорошо подойдет для ленивых людей. Пришла пора примерить Adidas? Я ожидаю чего-то. Каких-то новых ощущений. Понимаю, что это тупо, но очень бы хотелось. Итак. Я в Adidas. Должен признать, очень удобно. В подошве технология Adiprin, что позволяет поглощать больше энергии при ходьбе. И даже при беге. Если придется убегать от медведя. Самое крутое в их дизайне, что как таковых тут нет трех полосок. Так что как будто и не Adidas. И вид сверху мне нравится. На мой взгляд, именно вид сверху это самое важное, потому что кроссовки ты надеваешь в первую очередь для себя. И вид должен радовать. Пишите в комментариях, какие кроссовки из этой подборки вам понравились больше всего, а какие меньше всего. Ассортимент спортмастера сильно превзошел мои ожидания, потому что те же блейзеры у них в топовой итерации. Отличные и Пумы Милленио и Джордан. Даже Форсы крутые. Все эти кроссовки можно найти в мобильном приложении или на сайте спортмастера. А еще спортмастер дали промокод специально для моих подписчиков со скидкой на 20% на спортивную обувь и одежду. Не упустите свой шанс закупиться с большой скидкой. Промокод и ссылка на приложение в описании. Ну что, пока мой милый друг.